воду пьешь здорово сегодня расскажу и покажу вам про пакет графических элементов который включает себя более 500 разных элементов графики анимации и так далее в 22 разных группах который пригодится тебе в твоем монтаже созданный для final cut apple motion интро сразу скажу что этот пакет платный и я не призываю тебя покупать его я просто расскажу тебе покажу что в нем есть для чего он нужен а ты уже сам примешь решение стоит ли тебе покупать его или нет с прошлого года я сотрудничаю со студия digital product 669 ребята выпускают интересные плагины титры транзишны и графические элементы переходы все для final cut apple motion и у меня уже было большое видео на моем канале про большой пак титров от этих ребят там есть все от переходов до колаутсов от какие-то тоже графических элементов до оверлеев и судя по отклику на этот видос по личным сообщениям не этот пакет вам зашел так вот они периодически подкидывают мне на тесты свою продукцию чему я конечно же не могу не радоваться и их пакет можно прикупить на ресурсе и в вата маркет как раз во так и оформить подписку за 16 половина долларов если ты получишь там что-то миллионы каких-то футажей стоковых там фотографии музыки плагинов все что связано с монтажом с графикой анимацией самая подписка естественно не пользуюсь я пользуюсь другими подписками на других ресурсах и мне в принципе хватает поэтому рекомендую тебя ознакомиться сперва с условиями подписки а потом же принимать решение нужно на тебе или нет может подписка ежемесячная естественно деньги будут списываться с карты тебе каждый месяц или ты разово купишь этот пакет про который я тебе сегодня расскажу ладно погнали изучим что внутри этого ultimate graphic pack который состоит из 22 категорий в общей сложности больше 500 разных графических элементов а значит после того как ты прикупишь себе этот пак и тебе на почту придет ссылка в которой будет вот эти папки одна будет из них с переходами а вторая с титрами каждую папку ты копируешь в свою одноименную папку на компе которая находится в разделе фильме который называется motion template в ней ты увидишь одноименные папки titles and transition копируешь titles titles transition transition каждый раз я это повторяю в своих видео и тем не менее каждый раз вы продолжаете у меня в личку спрашивать как установить титры как основе транзишны добывать некоторые запарные но здесь самая простая установка который я только видел стоит только скопировать их в папку все готово дальше неплохо было бы если бы ты все-таки глянул файл ридми там ты увидишь ссылки на шрифты которые надо будет установить для полной корректной работы этого пока естественно ты можешь пользоваться своими шрифтами также файли ридми ты найдешь подробную инструкцию по установке там на самом деле все на картинке показано все просто и кстати там смотри там внизу есть ссылка чтобы не устанавливать все шрифты подряд есть ссылка на архив где ты можешь скачать все разом одним архивом разумно после установки во вкладке титры у тебя появляется раздел за ultimate graphic pack в нем около 23 разделов графическими элементами иконками типографика и титрами всякими слайд-шоу элементами с этим ставками оверлеевыми шейповая анимация и все такое прочее переходы находятся в меню transition вот здесь справа внизу появляется раздел с переходами который также и называется тимой transition pack в нем также около 20 разделов с разными видами переходов если честно от некоторых из них меня уже реально тошнит я не знаю почему до сих пор оставляют они возможно до сих пор остаются модными но я сейчас рекомендую ими не увлекаться потому что сейчас тренды монтаже долго не задерживаются поэтому некоторые категории я тебя прошу не увлекайся ими а делай только тогда когда это действительно нужно когда это подходит по стилю твоему видео первый раздел пожалуй наиболее любопытный для нас он называется 3d девайс и исходя из названия мы видим в нем 3d модели разных устройств в этом разделе есть несколько видов всплывающих телефонов модель уж очень похожа на iphone также помимо него ты здесь найдешь мониторы ноутбуков часов тут какие-то наушники есть радует то что каждый из них анимирован по-своему и вместе с ним анимированы появляющиеся титры и фоны на котором появляются модели естественно все титры можно менять писать свои также изменяет цвет дизайн размер и самое главное что ты можешь легким движением вот в этом месте в матчить свое изображение минус в том что картинка которую ты показываешь добавляешь должна быть статичная то есть это либо скриншот из видео либо фотография вот здесь ты можешь поменять ее размер и положение в телефоне жмешь вот на этот квадрат выбираешь шот с таймлинии и жмешь apply clip добавить клип все готово смотрим что получилось но видишь даже если ты выбираешь типа видеоклип он все равно остается статичным где ты будешь применять уже решили себя сам дальше из любопытного следующая категория который мне реально понравился это спектры аудио здравствуйте я приехал около ветряка стал это такие элементы которые имитируют эквалайзер также скидываешь на тайм-линию как корректирующий слой вот так перетягиваешь и в настройках вот здесь вот меняешь показатели важно понимать что эквалайзер не будет подстраиваться под частоты твоих звуков видео что это просто анимированный уже готовы с импульсами и движениями титр но ты можешь самостоятельно изменять его амплитуду движения вот в этих подстройках все они также анимируются ключевыми точками очень удобно но естественно ты под свой трек не подберешь лучше это сделать в apple motion и практически в каждом эквалайзеры ты можешь также добавить своего лога кадры либо видео или картинку делается также просто жмешь вот в этот квадрат и дальше все как в предыдущем титре про телефоны здесь есть значит 10 разных эквалайзеров их реально можно использовать недавно я хотел сделать видео с подборка своих любимых треков для монтажа и мне как раз нужно было туда добавить фон в виде эквалайзера который типа будет под музыку постоянно изменяться я начал изучать этот вопрос погуглил это делается в apple motion но это мне показалось реально запарным я не стал короче это делать в итоге видео не вышло но сейчас применяют этот эквалайзер я думаю что я все-таки запилю такой видос с например топ-10 моих любимых треков для монтажа если тебе такое нужно маякни в комментариях дальше у нас бэкграунды о них коротко потому что такое видео уже было вернее про них я рассказывал в прошлом видео как раз там где было овер дофига титров здесь все также изменяются все настройки цвет скорость какие-то элементы которые используются в бэкграунде это удобно это можно применять позже покажу где например в открывающихся фрагментов видео или как подложку для лога или текста титра я иногда сам такое использую дальше в пакете присутствует несколько разделов посвященных шейповой анимации я объединю эти разделы в один потому что здесь их действительно до хера это очень круто очень удобно и часто где можно применять если ты снимаешь какую-то рекламу промо ролики в инстаграм в youtube на делик в принципе не важно таблички со скидками и все они мира на везде можно менять шрифт большой набор стилизованных под мультяшную какую-то вот эту всю историю плашек актуальнее сейчас кстати в тему иконки про санитарную тему дезинфекцию и всякое прочее каждый из этих элементов естественно анимирован по своему у него есть своя входная и выходная анимация кстати ее можно отключать либо выключать их все можно кастомизировать по-своему также менять цвет тречить их менять позицию еще из прикольного добавили моджи это вот эти улыбающиеся головки они как бы и так были final cut но их нельзя было не они были во первых не анимированные были статичные как телефоне и с ними нельзя было делать никакие манипуляции единство можно было размеры увеличить либо уменьшить здесь целый набор анимированных лиц короче которую также можно менять цвет размер и вот видишь да держи рот на замке и кстати вот этот анимированный мод же еще раз доказывает что это не молитвочка как все привыкли видеть а этот эмод же обозначает символ дай 5 бро в следующем похожем разделе есть руки всякие делающие какие-то движения к ним нужны подходящие кадры у меня на самом деле таких кадров нет поэтому я мельком пробегусь а если ты облавишь например снимать свою руку и тебе вот есть мультяшные анимированные руки которые будут делать какие-то движения там свайпать доставать тягивать будут какие-то предметы и наоборот их затягивать печатной клавиатуре или одобрительно ставить палец вверх кстати не забудь сделать сам это хотя впрочем не надо не парься дальше в тему про анимацию я хочу подробно остановиться на инфографике и информационных плашках которых здесь тоже овер дофига и здесь мы можем настроить абсолютно все что мы видим начиная от этих точек оканчивая вот этим логотипом который меняется также вот здесь кружочки в этом квадратике выбирается как я же до этого показывал она поменяем сразу же сходу цвет я бы выбрал здесь пипетка и цвет наподобие какого-нибудь вот такого чтобы он совпадал с цветом в кадре цвет плашки тоже какой-нибудь поспокойнее можно сделать в настройках можно увеличить все шейпы которые есть размер этой плашки можно увеличить саму плашку которую под титром можно увеличить и все 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 можно убрать выходную анимацию то есть я просто вам будет заканчиваться раз и все следующее про что я хотел бы рассказать тоже интересная вещь это инфографика здесь полноценных два раздела по инфографике это какие-то диаграммы графики процентные соотношения это реально очень крутая вещь которая может тебе пригодится если ты делаешь видео про компании организации где нужно показать отобразить статистику сказать аналитику например вот у меня есть такой видос про рыбзавод и вот здесь как раз такие графики могли бы пригодиться какой-нибудь такой график возьмем раз кинул сюда здесь есть все настройки можно смотри получается здесь самое главное можно убрать граунд на бэкграунде можно поменять цвет если он тебе принципиальность чтобы он остался сама статистика изменяется вручную это делается вот здесь ползунками здесь есть настройки общего размера scale value от 1 до 10 это здесь также можно анимировать ключевыми точками например а в начале типа он просел у нас было такое динамика роста такая была компания например вот можно было бы взять вот такой отчет по статистике можно на самом деле их вообще все убрать вниз и показать какой был рост мы знаем в цифрах вот так все убираем ставим здесь ключевые точки проставляем смещаем ползунок и делаем рост какой у нас был видишь цифры сами меняются это кстати круто если мы знаем какие у нас точные цифры можно сделать либо в процентах либо либо процентах либо в цифрах дальше смотрим что получилось вот такой рост я думаю что ты найдешь где применить такой график если ты снимаешь видео какие-то где нужно отобразить статистику такие графики могут очень тебе пригодится дальше в тему про инфографику можно показать еще про изометрию всякие иконки загрузки они здесь тоже есть не буду подробно остановиться все то же самое можно добавлять и менять все настройки довольно прикольный графон на самом деле он такой ресурсозатратный у меня даже сейчас подтупливает потому что он просит чтобы прорендерился и немножко подвисает и последних несколько разделов тоже очень интересные это раздел для социальных сетей анимация появления тут для youtube каналов там что подписки всякие для instagram боковые всякие вот такие вещи да если у тебя есть свой youtube чик можно вот так делать такую анимацию добавить сюда вот так свою фотку и типа подпишись если ты не дай бог ютубера то можешь вот такой вот поиспользовать для центра нам лучше использовать какой-то логотип уже не из видеокартинка лучше бы это чтобы это был какой-то растровый здесь давай его немножко центруем желательно чтобы она была круглая до втором это у нас бэкграунд имидж смотрим что из этого может выйти да вот если мы например делаем какой-то видос про саревы да очень в тему он у нас продолжает движение это очень на самом деле крутая штука если ты создаешь какие-то ивенты и здесь например в этих титрах title 1 2 4 3 будет описание ивента про который ты монтируешь пример монтируешь ты интервью да с какими двумя персонами можно использовать вот такую подложку логотип да можно использовать например вот такой а сюда мы вставим фотографии персон ты же извини что я везде пихаю свою рожу я не могу использовать другие фотографии так что надеюсь тебе не надоело постоянно не увидеть в разделе типографика у нас такие же информационные подложки которые можно использовать в рекламных видео или видео где ты что-то рассказываешь про какую-то персону или события например такой несколько слов про переходы здесь все стандартно я выделил несколько разделов переходов все остальные переходы такие уже везде встречались например переходы комиксы я иногда анимирую фотографии и например есть какая-то куча фотографий которые мне хочется чтобы они как-то интересно передвигались между собой вот здесь это можно из этого можно сделать вот такое слайд-шоу так вставляем так смотрим что получилось собака собакин но короче вот такой переходе к теле зоны под комиксами и здесь есть еще вот такой интересный стиле гая ричи типа собака у нас так как преступник но не везде это можно использовать но наверное есть какие-то видео где можно такое заюзать ну кстати графон такой да ну интересный пример еще вот смотри-ка олень против собаки а значит так угарная типа орет ну да вот такое можно все так же настраивается смотрим что получилось с другими шрифтами ну да наверное где-то можно применить ну нет все прикольно ну что ж вот такой вот ультимейт график пак для final cut x и apple motion на сегодняшний день пакет стоит в районе 40 долларов 39 если быть точным по курсу 75 рублей это на самом деле не очень дешево может быть и не очень дорого решать тебе также тебе нужно понять нужно тебе или нет не торопись покупать его до того как ты не поймешь вообще где-то можешь использовать такие шрифты такие корректирующие слои такую графику слишком не заостряю внимание на переходах они не всегда нужны я все-таки топлю за какие-то прямые склейки монтажные интересные какие-то решения они вот эти все переходы их нужно использовать в определенном сегменте видео так сказать ну а тебе хочу пожелать как всегда хороших кадров быстрого монтажа на этом все пока